приветствую вас дорогие зрители в данном видео разберем такое состояние как эугликемический кетоацидоз бывают такие ситуации когда у человека вдруг перестал вырабатываться инсулин такое бывает при сахарном диабете 1 типа а также как осложнение сахарного диабета 2 типа при такой ситуации сахар не может попасть в клетки и клетки голодают организм пытается придумать обходные пути решения данной проблемы он начинает активно сжигать жир образуются кетоновые тела которые являются альтернативным источником энергии но это лишь временное решение проблемы накопление кетоновых тел приводит к закислению крови что может привести к смерти пациента такое состояние называется диабетический кетоацидоз раньше диабетический кетоацидоз всегда сопровождался высоким сахаром крови но все изменилось когда появились такие препараты как ингибиторы нглт-2 это такие препараты как фарсига джардин суглад инвакана стеглатра на фоне приема данных препаратов кетоацидоз может развиться и с относительно нормальным сахаром крови представим гипотетическую ситуацию пациент с сахарным диабетом второго типа принимает метформин манинил но его сахара очень высокие врачи добавляет ему ингибиторы нглт-2 и через неделю видит что сахар приходит в норму но врач не учел того что инсулин у данного пациента почти закончился а ингибиторы нглт-2 и без инсулина снижают сахар в итоге у пациента сахар 6 но он не попадает в клетки клетки голодают организм сжигает жир ради кетоновых тел а лишний сахар уходит с мочой в итоге мы имеем такое опасное состояние как закисление крови кетоновыми телами и при этом имеем нормальный сахар крови раньше такое состояние было очень редким а теперь вполне вероятно дорогие диабетики если вы принимаете глифлазины имеете нормальный сахар крови но при этом чувствуете тошноту сонливость спутанность сознания то неплохо было бы измерить уровень кетоновых тел в моче при помощи специальных тест-полосок которые продаются в аптеке или же можно сдать анализ мочи с определения кетоновых тел если кетоны повышены вам срочно необходимо переходить на инсулинотерапию а теперь обращение лично к иванова ивану ивановичу напоминаю вам что консультирую онлайн в телеграм если вам нужно снизить сахар крови подобрать препараты от остеопороза привести гормоны в норму то обращайтесь цены очень доступные а повторная консультация бесплатная ссылка на телеграм закрепленном комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки берегите себя и до новых встреч до новых встреч субтитры